Когда славный Небожитель явился пастухам в день рождения нашего Спасителя, то он им сказал следующие слова. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, потому что сегодня родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее славу Вышне к Богу и на земле мир в человеках благоволения. В прошлый раз, если помните, мы говорили о человеческом страхе. Сегодня мы будем говорить о радости, которая напрямую связана с рождением Иисуса Христа. Мы постараемся ответить на следующие вопросы. В чем суть великой радости, о которой ангел сказал пастухам? Как появилась радость и как человек утратил ее? Кому принадлежит радость? Рождение Христа. Точно так же, как и в прошлый раз мы говорили, давайте посмотрим, как это было в начале. Если говорить о том, как было в начале, то мы не находим в Библии прямого упоминания о том, что в Едемском саду люди радовались. То есть нет конкретно прямо такого слова. Но мы можем догадываться о том, что там была радость. Мы знаем, что сам процесс творения происходил в радостной обстановке. Об этом говорит Соломон, когда описывает процесс творения от лица мудрости. Притча 8.30. «Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу, и радость моя была с сынами человеческими». То есть Бог был исполнен радость и удовлетворение, когда творил этот мир. О том, что сотворение мира было связано с радостью сам Господь, говорит праведному Иову. Иов 38.6. «На чем утверждены основания ее или кто положил кровоугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Не только Бог радовался, но и весь ангельский мир взрывался от восторга, глядя на то, как Бог творит этот мир». То есть когда Бог сотворил этот мир, когда Он творил этот мир, создавал его, Он радовался Своему творению. В особенности это относится к сотворению человека. В случае окончания, помните, каждого дня творения Он заканчивался одним словом. Каким? Хорошо, хорошо. А шестой день был закончен особенным словом «хорошо весьма». И увидел Бог все, что Он создал за эти шесть дней. И вот «хорошо весьма». И был вечер, и было утро, день шестой. Слово «хорошо», если смотреть на оригинальный язык Библии, означает «добрый», «благой», «красивый», «прекрасный», «благополучный», «счастливый», «полезный», «приятный» и «желаемый». Это слово говорит о том, что в творении, включая человека, не было признака грусти или другого отрицательного какого-нибудь чувства. В Едеме не было грусти и печали. Там было хорошо. Это значит, там царила обстановка радости и счастья, которое было естественным для первых людей. Все творение было наполнено радостью того, что оно было совершенным и без недостатков. В Едемском саду отсутствовал грех, который позже, помните, принес страх. Мы говорили об этом в прошлый раз. Дисгармонию, разочарование, панику, ужас, переживания, заботы, грусть, вину, стыд, печаль, депрессии и многое другое. Давайте посмотрим на определение радости. Что мы понимаем, когда говорим о радости? Радость – это веселье, услада, наслаждение, утеха, противоположные скорби, грусти, печали. Радость – это внутреннее чувство удовольствия, приятного вследствие желаемого случая, события или предмета, возбудившего душевные чувства. То есть, или событие, или предмет, или же что-то особое приятное возникает у нас. Это приносит нам радость. Радость – это положительное эмоциональное состояние. Радость – это чувство удовольствия, удовлетворения, то или что доставляет нам счастье. Радость – это удовлетворение, возникающее вследствие обладания реальным или воображаемым благом. То есть, Бог, создав человека, помостил его в среду, наполненную радостью. Потому что человек имел полное удовлетворение от жизни в Эдемском саду. Давайте посмотрим на три причины, в чем это выражалось. Во-первых, в творении оно было гармоничным. То есть, радость человека выражалась в том, что творение было гармоничным. Тогда не было, представьте себе, колючек, сорняков. Земля производила только полезные, приятные по вкусу и по виду плоды. Нам вообще трудно представить такой мир, потому что мы постоянно боремся с сорняками. Я не знаю, кто из вас приходилось... Мне приходилось пропалывать свеклу. Это было обязательство такое. Кому-нибудь это приходилось, нет? Один, два, три, да? Вот это огромное, знаете, было выделено, по-моему, два рядка было выделено. Но это было длиной 750 метров. То есть, почти километр. Павел говорит, всего-навсего. Я помню, от этой жары, вот этого надо было ее пропалывать. Это просто, я не знаю, что-то происходило у меня. Я готов был упасть на эти вот рядки и все, и умереть там. Настолько это тяжело. Сорняки пропалывать. Представьте себе, в Эдеме не было сорняков. Кроме того, там не было зной, не было холодно. То есть, была постоянно, умеренно теплая погода. Что даже Адаму и Еве не было необходимости одеваться. Нам очень трудно представить такой мир, потому что мы постоянно боремся с сорняками. Вкладываем в это много сил для их выращивания. Вернее, для того, чтобы выращивать добрые плоды. Во-вторых, у человека были близкие отношения с Богом. Настолько близкие, которые приносили ему радость и удовлетворение. Бог был близким другом для Адама. Помните, Бог давал ежедневные наставления Адаму, и они беседовали вместе. Вот говорят, знаете, приятно побеседовать с хорошим человеком, да? Вот представьте себе, человек беседовал с Богом каждый день. Это источник мудрости, это источник радости, это источник света. И человек всякий раз после этой беседы, он исполнялся внутренним восторгом. С счастьем, удовлетворением. Он с нетерпением ждал, когда в следующий раз Бог опять придет к нему. И помните, мы говорили, скорее всего, Бог приходил к человеку в виде человека тоже, и скорее всего, это был воплощенный Христос. В-третьих, значит, первое, это творение было гармоничным. Второе, у человека были близкие отношения с Богом, ничего их не нарушало. В-третьих, человеку не нужно было о чем-то заботиться, переживать. Ведь, согласитесь, мы постоянно о чем-то заботимся и переживаем. Даже некоторые сегодня, сидя здесь, возможно, о чем-то переживают, о чем-то думают. Вот, какие-то есть какие-то заботы и так далее, да? А даму не нужно было переживать о своем здоровье. Почему? Не было болезни. Какие там травы пить, какие там лекарства. Знаете, после сорока, когда люди встречаются после сорока лет и начинают друг другу рецепты давать, это первый признак того, что мы стареем. Да, то есть, как только мы начинаем говорить о лекарствах. Адам об этом не говорил. Он не думал о том, что он будет кушать завтра. Почему? Потому что у него все было каждый день в достатке. Он не беспокоился там, где ему жить, какой моргидж у него будет, какая ипотека у него будет. Абсолютно. Он не беспокоился о том, в каком холле и за сколько он будет играть свадьбу со своей невестой Евой. Какое там будет меню. Потому что все было уже обеспечено. Вероятно, Адам и Ева также общались и с животным миром. Ведь не случайно, помните, Ева заговорила, змей заговорил с Евой. Это не значит, что все звери говорили. Но сам факт общения со змеем не удивил Еву. Все, буквально все, что им нужно было для благополучия, благополучной жизни они имели. И они имели это в изобилии. Важно отметить, что первый человек, он не был бездельником. Он трудился. Он трудился в Едемском саду, но этот труд доставлял ему радость. Он был ему в радость, а не в тягость. Каким же образом человек потерял радость? Библия говорит, что это произошло в результате грехопадения. Как только человек согрешил, помните, он стал убегать от Бога. Он стал тревожиться, переживать, прятаться от Творца. У него пропало чувство радости. Зато появилось чувство стыда, вины, страха, беспокойства. Помните, Адам и Ева, они были изгнаны из рая за их непослушание. Бог проклял землю за их согрешение. И земля стала производить сорняки. Теперь Адаму написано, каким образом нужно было добывать хлеб. В поте лица нужно было. То есть, это уже тяжелый труд какой-то совершать нужно было, да? А Еве? Еве нужно было в болезни рождать детей. И каждая женщина знает это. Токсикозы и плюс эти рождения. Все это сложный, болезненный процесс. Кроме того, грех нарушил отношения Адама и Бога. А это повлияло на их потомство. То есть, всегда, когда у нас нарушается отношение с Богом, это влияет на наших детей. Что произошло? Каин убивает своего собственного брата Авеля. И первые люди сталкиваются с этим, знаете, самым неприятным фактом. Реальность смерти. С тех пор из поколения в поколение передавалась весть о том, что придет Избавитель. Придет Спаситель. Вот та гармония, которая была нарушена, она будет решена. Это проблема греха и смерти, нарушения гармоничных отношений с Богом. Она будет восстановлена. Если читать Ветхий Завет, то, начиная от первой книги и кончая последней книгой, мы видим, как красной нитью проходит эта надежда на то, что придет Спаситель, придет Избавитель. И, наконец, этот момент наступил. Ангел возвещает пастухам о том, что исторический час настал, и всем ожиданием пришел конец. Он говорит, вы сами в этом можете убедиться. Пойдите в Вифлеем и увидите, что долгожданный, обещанный младенец, обещанный Богом, он лежит в яслях. Почему Рождество – это великая радость? Почему ангел сказал, не бойтесь, но радуйтесь? В чем причина радости, которую возвестил ангел пастухам? Первая причина радости – что ангел явился пастухам. В этом особенный смысл. То, что ангел вообще явился пастухам – это уже причина радости. Ведь, согласитесь, очень редко мы видим явление ангелов. Тем более, мы очень редко видим явление целых хоров. Вообще, в Библии есть где-нибудь такие случаи, чтобы хора являлись и пели? Ну, там лестница была, там они не пели. И еще в Откровении есть, когда уже будет после. А вот то, что связано, и особенно с жизнью Христа, это впервые, само явление Христа в этот мир, Бога во плоти, оно было встречено особенной радостью, явлением вот ангелов пастухам. Сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Ангел явился пастухам не потому, что они не спали в Вифлееме. Вот они не спали, являться было некому, вот мы явимся и тогда... Если была в этом необходимость, ангел мог бы разбудить не только Вифлеем, весь этот мир. Но в этом не было необходимости. В том, что ангел явился именно пастухам, а не первосвященникам или книжникам, это была явлена особая Божья благодать. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженная милость. Пастухи, они даже в мыслях своих не могли представить, что Бог может удостоить их такой чести. Почему? Потому что они считали себя недостойными, что появится даже в храме в самой его дальней части. Но Бог удостоил именно их быть первыми, кому ангел возвестил о рождении Христа. Этот милосердный акт Бога по отношению к пастухам говорит о том, что доступ к Христу открыт. Он открыт к его славе и возможен даже для тех, кто считает себя недостойным. Тот, кто считает себя недостойным Божьей милости, Божьего прощения, для тех, кто считает себя слишком грешным, доступ к Богу открыт. Дело в том, что пастухи в Палестине считались, знаете, они находились на очень низкой ступени обрядовой нечистоты. Поэтому фарисеи, книжники, они презирали пастухов, а свидетельство пастухов не принималось в суде, и тем самым они становились на одну грань вместе с мыторами и блудницами. Их тоже свидетельство в суде не принималось. Удивительно, что Бог избирает именно их свидетелями рождения своего сына. Тех людей, на которых смотрели свысока, с надменностью, ввиду их низкого социального положения. Это относится и к нам, братья и сестры. Об этом писал апостол Павел в послании Коринфянам, 1 глава, с 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, уничиженное, ничего незначащее, подчеркню, ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Бог делает все так, чтобы вся слава нашего спасения принадлежала только Ему и больше никому. Если бы свидетелем рождения Христа был пересвященник, к примеру, или же царь, он бы повелел «объявите во всем государстве, объявите в храме, что Христос явился здесь», и это возымело бы какое-то действие. Но пастухи совсем не подходили для этой роли, для этой миссии. Никто всерьез их не воспринимал. Слово Божие говорит Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас». Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился, чтобы никто не говорил, вот это я такой сделал, вложил свои три копейки в дело спасения. Спасение – это уникальный Божий дар, совершенный, которому людям невозможно что-то добавить. Божья благодать позволяет грешным людям приблизиться к Богу, и в этом великая радость. Грешным людям, пастухам, нам из этого мира вызванным Божья благодать позволяет приблизиться к Богу. И в этом большая радость. Мы вчера с братом Александром гуляли, рассуждали об этом, и вот просто поражались, думали, размышляли, как Бог нас, людей, взял в этом мире, приблизил к себе. И какая это великая радость. Этот милосердный акт Бога по отношению к пастухам говорит нам о том, что путь к Христу открыт, он доступен в его славе, возможен даже для тех, кто считает себя недостойным. Очень часто беседуешься с людьми, и они говорят, я вот недостоин этого, недостоин этого. Братья и сестры, Бог берет недостойных и делает их достойными через Иисуса Христа. Еще пророк Исаия говорил уже об этой милости будущей, грядущей, Исаия 55.1. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы, вино и молоко». Вино и молоко было признаком благоденствия. Это было признаком того благополучия. Бог призывает через пророка Исаия, «Идите все, у кого нет ничего, у кого не на что надеяться, не за что купить, кто считает себя грешным, недостойным, бедным, униженным, ничтожным, нечистым, неправедным, идите и покупайте все без денег». Почему? Потому что Бог дает это даром. Все заплачено на Голгофе. Бог заплатил великую цену за грех. Теперь Он предлагает приблизиться к Нему и получить спасение даром нам. Если кто-то из вас сегодня, если кто-то из нас сегодня чувствует себя недостойным, грешным, как раз для таких и пришел Христос. Как раз поэтому Он явился, ангел пастухам, поэтому Он и был рожден в яслях, для того, чтобы быть доступным для самых простых людей. Рождество напоминает нам о том, что Бог любит тебя, любит меня, и ради нашего спасения Он стал человеком. Следующая причина для радости заключается в том, что ангел возвестил им Евангелие. Первое, то, что Он вообще явился. Второе, то, что ангел возвестил Евангелие. Посмотрите на 10 стих. «Я возвещаю вам великую радость». Ангел говорит им, не бойтесь. То есть в задачу ангела не входило их напугать, но сказать им что-то важное. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Вообще, кто знает, что означает слово «ангел»? Это посланник, это вестник. То есть фактически ангел передает то, что Бог поручил ему передать. Он как почтальон своего рода. Он передает то, что Бог имеет в виду. Во-первых, Он возвещает им Евангелие. Слово «возвещать» – это греческое слово «еоголезио», как вы видите здесь, обозначает «to announce good news». Оно состоит из двух слов. Доброе, хорошее и новое. И слово «ангелос», то есть вестник. Вот это «добрая весть». Что это значит? Это значит, что настал тот долгожданный момент в истории, когда Бог пошел навстречу человеку. Помните, все заветы, которые Бог заключал человеком, они были провалены. И провалены именно человеком. Потому что он был не в состоянии их выполнить. У него просто не было такой способности исполнить этот завет. Почему? Потому что грех всегда одерживал победу над нашей природой. Теперь же Бог предлагает нечто новое, совершенно отличное от предыдущих предложений. Бог полностью берет на себя инициативу этого завета и Сам является гарантом исполнения этого завета. Посмотрите, Иеремия 32, 40, об этом написано. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». То есть Бог говорит, я сделаю людей, способными исполнять этот завет. Для этого Он дает человеку новую природу, новое сердце, новые мысли, новые желания. И Он покоряет человека своей жертвенной любовью, любовью своего Сына. Вот почему так важно быть не просто христианином, братья и сестры, но рожденным свыше христианином. То есть быть новым творением во Христе Иисусе. Вот почему ангел восторженно возвещал о начале новой эры взаимоотношений между Богом и человеком. Сегодня миллионы людей наполняют церкви, но они не имеют этой природы. Поэтому они не имеют этой радости. Если же мы имеем эту новую природу, она всегда будет пробуждать в нас радость. Радость от Духа Святого, потому что это плод Духа Святого. Итак, во-первых, Он возвестил им Евангелие. Во-вторых, ангел говорит им, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Почему она великая? Потому что она, с одной стороны, личная, но с другой стороны, она глобальная, с которой невозможно сравнить что-то другое. В тексте стоит слово мегас, великое, мегас, которое показывает на величину, объем или значение этой радости. Эта радость великая, необычная, особенная, отличная от всех других. Во время войны, во время Второй мировой войны, которая так коснулась Советского Союза, откуда мы, большинство, родились, люди, знаете, с напряжением слушали сводки с новостей. И каждую небольшую победу, каждый захват города, они воспринимали особой радостью. И в Москве, знаете, были залпы, орудия о том, что очередной город был захвачен. Но когда наступил конец войны, то все люди просто выбежали на улицы, поздравляли друг друга, обнимали, они говорили, вот это в конце концов война окончена, наступила погода, победа. Это был особенный восторг. Люди радовались об этом. Вот почему ангелы говорят пастухам. Это великая радость. Она будет всем людям, всем национальностям. Всякий верующий в Иисуса Христа, независимо от своего положения, независимо от своей национальности, где бы он ни находился во всем мире, он может быть соучастником этой радости. Это слово также указывает на то, что радость будет не поверхностной, не легкой, но она будет не просто, знаете, выражением каких-то эмоций, она будет исходить из глубины сердца, из глубины сердца, прощенного Богом человека. Тот, кто будет освобожден Богом от рабства, греха и власти тьмы, будет ликовать и восторгаться своим спасителем. Эта радость не будет зависеть от внешних обстоятельств в жизни человека. Почему? Потому что она будет исходить из глубины души. Она будет переполнять сердце спасенного человека в этой жизни и в будущей человеке. В будущей жизни. 13 стих. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу и на земле мир человека. Как благоволение. Как только закончилось провозглашение первым ангелом вот этой вести о Христе, внезапно появляется очень много ангелов. Они не могли равнодушно смотреть на совершившееся событие, и они стали славить Бога. Тут написано, что они появились внезапно. То есть сразу они их не видели. Они видели только одного ангела. Вероятно, они уже там были, но они не видели их. И вдруг в одно мгновение они вдруг стали видимыми. Это была целая армия. Они не просто, знаете, стояли там, но они с нетерпением ждали, когда же первый ангел закончил свою речь, и наступит их очередь. И вот небо взорвалось. Как только ангел произнес последние слова, небо взорвалось от восторга. В Палестине был такой обычай. Как только рождался ребенок, то к этому дому приходили музыканты, местные музыканты. Они пели песни и поздравляли эту семью с рождением ребенка. Но вы знаете, что и Иосиф, и Мария, они не жили в Вифлееме. Их никто там не знал. Они жили в Назарете. Когда они пришли в Вифлеем, то некому было их поздравить. И вот их поздравляют здесь не какие-то местные музыканты деревенские, а величественные небесные певцы. Слово воинство, греческое слово стратия, означает войско, армия. По всей вероятности, пастухи, глядя на этих ангелов, часто мы представляем и говорим, что это вот там был небесный хор. Братья и сестры, это был армейский хор. То есть пастухи поняли, что это армия. Возможно, у них были мечи, а не арфы в руках. Мы не знаем. Но они поняли, что это небесное воинство. Наверное, у них в руках были не вот эти какие-то музыкальные инструменты. Ангелы-воины явились пастухам, потому что там воплотился их главный, верховный главнокомандующий, их полководец. Этот младенец родился, чтобы сразиться и победить, потому что Бог никогда не проигрывает. Он всегда побеждает. Рождество, братья и сестры, это еще одно напоминание о том, что вот этот младенец, который родился там, это не просто был человек, но это верховный главнокомандующий, армия которого и его воинство всегда побеждает. Следующей причиной для радости является перечисление титулов этого младенца. Он Спаситель, Он Христос и Он Господь. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Сначала ангел представляет младенца как Спасителя. Он говорит, что Он, это радость вам, не только вообще для всех людей, но и лично для вас, стоящих здесь, в частности. Он родился и для вас лично. О чем это говорит, братья и сестры? Это говорит, что спасение, это не коллективный вопрос. Это не дело родства или дело наших родителей, дело потомков. Это сугубо индивидуальный вопрос. Каждый человек в отдельности, независимо от того, даже если вы родились, дети, даже если вы родились в христианской семье, каждому из нас нужно осознать о том, что я грешный человек и я нуждаюсь в спасении. Что Христос был умер, умер, и Он был распят за Меня. И ради Меня Он воскрес. В этом источник нашей радости. Я возвещаю вам сегодня, что родился вам спаситель, эту радостную вещь, что Он лично для вас родился. Бог лично призывает каждого человека к спасению. И в этом великая радость торжества. Он спаситель. Греческое слово сатр. Спаситель, избавитель. Евреи надеялись, что кто-то их избавит от римского господства, от римской оккупации. Наконец-то они могут обрести национальную независимость. Но ангел говорит здесь не о спасении от Рима, о других жизненных трудностях. Он возвещает о спасении от гораздо большей опасности, о спасении бессмертной души от греха. Помните, когда ангел пришел ночью Иосифу? Помните, что он сказал ему? Матфея 1, 21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. Почему? Потому что он спасет людей своих от грехов их». Кто знает, что означает слово «Иисус»? Что означает слово «Иисус»? Кто знает? Бог спасает, и Его спасает. Людям во кресте необходимо не решение своих экономических или семейных вопросов, не решение вопроса здоровья или благополучия, избавление их от смертного опасного яда, греха. Вот от чего нас необходимо спасать. Помните известный текст? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, чтобы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Мы нуждаемся в спасении. Когда наша душа через веру во Христа, Спасителя, получает освобождение от самых страшных уз в этом мире, она получает прощение и спасение от грехов и беззаконий, она не может молчать. Она радуется, она торжествует в Боге. Когда наше сознание пронцает мысль, что я тот самый грешник, который должен висеть на кресте, но мое место занял Христос человек, который родился в яслях, вырос, сжил праведной святой жизнью, и в конце концов умер за меня, тогда мое сердце взрывается восторгом от этой радостной мысли. Он мой Спаситель. Следующим титулом, который здесь они говорят, ангелы, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос». Слово «Христос» буквально означает «помазанный». Это соответствует еврейскому слову «мессия». Все евреи ожидали мессию. Со временем Моисея каждый пророк указывал на грядущего избавителя. Ангел их предупреждает, что это не просто младенец, это тот самый обещанный, помазанный, долгожданный мессия. В Израиле был такой обычай. Перед тем, как порок или же царь, или же священник вступает на свою роль, их помазывали елеем. Священник, к примеру, должен был вступить на свое служение в 30 лет. Здесь же ангел объявляет помазанным младенца. Он мессия, он уже помазанный. Волхвы с востока, помните, принесли дары. Что они принесли ему? Золото, ладан и смирь. Ну почему? Они признали в нем царя, они признали в нем священника. Поэтому они принесли такие ему дары. Все пророки ждали мессию, но никому в голову не приходило, что мессия будет обыкновенным человеком из бедной семьи плотника, и плюс ко всему, он родится в хлеву для животных. Это был особенный Божий план, который привел в замешательство всех религиозных лидеров того времени. Ангел возвестил пастухам, смотрите, не ошибитесь в своем представлении о том, кем является новорожденный. Этот младенец и есть вас царь, помазанный мессия, пророк, о котором говорил еще Моисей. Это он сам, и вы найдете его, и это знак для вас. Следующее, он говорит, он Господь, ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос, и он Господь. Греческое слово Господь, куриус, относилось, использовали по отношению к Богу, или так обращались рабы, или слуги к своим господам. Это же слово употребляют пастухи, когда они обращаются друг к другу и говорят, пойдем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Они подразумевают, что Бог им говорил. Они понимают, что за вестью ангела стоит Бог. Это же слово употребляется, относится к Марии, Луки 1, 46. То есть Мария говорит, что Бог является ее господином. Это очень важный момент. Не так, как некоторые религии описывают Марию, Матерью, Господа, и чуть ли не царицей вечности. Апостол Павел в послании к христианам так об этом пишет. В послании Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». Беспрекословно. То есть тут нечего возразить. С этим невозможно поспорить. Это общепризнанный факт. С ним все согласны. Это великая тайна. Каким образом великий Бог стал человеком? Как тот, который сотворил всю вселенную, воплотился в маленький мембрион, развивался и родился как человек, поставил себя в зависимость от этой бедной семьи, лежал в пеленках, рос, пил грудное молоко. У него также вырастали зубки, как и у всех нас, росли ногти. Он также рос, как и все мы. Он не родился, он явился, то есть стал видимым для нас в образе Божьего Сына. Он был, Он есть, Он будет вовек, но Он явился нам в образе человека. Иоанна 1,18 об этом сказано. Бога никто никогда не видел. Бог явил нам, Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и который сам Бог. Новый перевод я взял, потому что очень сложный старорусский перевод здесь. Апостол Павел так пишет о Христе, 1 Тимофея 6,15 Царь царствующих, Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Его никто не может видеть, но Он явил нам Себя в Сыне Своем Иисусе Христе. Колоссянам 1,15 Который есть образ Бога невидимого, Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им, Христом, создано все, что на небесах, на земле, видимое, невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Братья и сестры, это великое благочестие тайна, и нам ее невозможно понять, как Бог, сотворивший вот эти многочисленные миры, 500 миллиардов звезд, только в нашей галактике, и еще ученые предполагают, что есть 200 таких галактик, но когда они изобретут более мощные телескопы, они скажут, тысячи таких галактик, которые каждой по 500 миллиардов звезд. Как такой Бог мог предстать нам в образе беспомощного младенца? Это великое благочестие тайна, непонятное нам. Но ангелы, они нисколько не умоляли величие рожденного, потому что они знали, что вот этот младенец, это и есть Господь, сотворивший вселенную. Им все создано, им и для него, и он есть прежде всего, и все им стоит, и все им удерживается в гармоничном состоянии. Каждая звезда, каждая молекула сегодня и всегда, во все времена удерживается Христом на своей орбите. Следующей причиной для радости является то, что Христос примирил нас с Богом. Итак, первая причина, ангел явился пастухам, и Бог является нам, это очень важно, Он возвещает нам Евангелие, вторая причина. Он наш Спаситель, Он наш Христос, Он Господь. Последняя причина, это причина для радости, Он причина нашего примирения с Богом. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее славу обычных Богу и на земле мир в человеках благоволения. Во-первых, они воздали славу Богу, понимая, что произошло великое истерическое событие. Во-вторых, они возвещали о мире и Божьем благоволении к людям. Вот скажите, вот когда мы читаем новости, вот мы все время читаем, мы знаете, о каких-то напряженных ситуациях в мире. Где-то там между Россией, Украиной, где-то в Пакистане, или же где-то там в Африке, или в Судане, там между противоборствующими группировками, в разных горячих точках планеты. Мы видим, как это напряжение есть. И вот когда вдруг провозглашают там мир, как это, знаете, сразу же идет какое-то разрешение проблемы. Если бы не было Христа, этот бы мир, братья и сестры, вообще не имел права на существование. Вы со мной или нет? Если бы не было Христа, весь мир не имел бы права на существование. Бог, сотворив этот мир, предусмотрел Христа, чтобы он стал жертвой для того, чтобы этот мир вообще существовал. Мир, пораженный грехом, находился в состоянии вражды с Богом, и не было других путей примирения с Богом, как только через Христа. Человек, движимый дьяволом и своей походью дошел до того, что, помните, в древние времена Бог вынужден был весь мир уничтожить потопом. И осталось только восемь человек. Ной, его супруга, трое сыновей и их жены. Конечно же, у Бога был план примирения. Об этом он сказал Адаму и Еве еще в Эдемии, но никто не знал, каким образом он осуществится. И вот рождается Христос, осуществляется уникальный Божий план спасения миром. Он становится человеком, он берет на себя преступление человека для того, чтобы юридически обезоружить дьявола. сделать все его претензии бессильными. Я человек, представляю человечество, я все исполняю, что человек не мог исполнить. Он дает возможность человеку и Богу примириться. Второй Коринфянам 5, 19, потому что Бог во кресте примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их. Знаете, всегда при заключении мирных договоров люди пытаются, знаете, использовать какие-то аргументы. Вот сейчас, может быть, вы слышите, в Иране идут переговоры с Ираном о том, чтобы там прекратить вот эти вот ядерные накопления урана, чтобы у них не было бомбы. Иран, наоборот, еще больше их накапливает для того, чтобы использовать это как рычаг давления на переговорах, если кто в курсе этих событий. Когда грешное человечество было представлено на суд Божий, то им даже не было что-то представить на столе этих переговоров. Вообще ничего. Ноль, полный ноль. Не было достойного человека, который мог бы представить человечество. Это означало полное поражение, безвыходную ситуацию, окончательную погибель. Об этом переживании писал порок Иезекииль 22-30. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Не нашел я такого человека, который бы стал между мною и людьми для того, чтобы я не погубил эту землю. И тут происходит чудо воплощения. За человечество вступается посредник, человек Иисус Христос. Он предлагает самого себя как гаранта этого примирения и соглашения между Богом и человеком. Посредник. Он взял на себя вину людей. Он стал жертвенным агнцем. Он сполна заплатил цену этого примирения и заключение мира стало возможным только благодаря ему. Апостол Павел пишет об этом Ефесянам. Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею и закон заповедей учением, чтобы из двух создать себе в самом одного человека устрояя или как бы создавая мир. Establishing peace в английском написано. И в одном теле, то есть своем теле примирить обоих с Богом посредством креста убив вражду на нем. Христос убил на кресте вражду. Это был нелегкий бой. Это была битва не на жизнь а на смерть. Дьявол не собирался без битты отдавать то, что он коварно захватил там в Едеме. Все это прекрасно понимали, что с дьяволом не может быть никаких мирных сделок. Поэтому в Вифлеемских полях в небе появились не какие-нибудь песняры, а воинство небесное. Они сопровождали Христа в пустыне, помните, во время искушения, в Гефсимании, во время духовного противостояния и борьбы. Они сопровождали Христа везде. Они закрывали свои лица, глядя на Христа, висящего на кресте, но они отвалили камень от двери гроба, чтобы быть свидетелями его победы. Колоссянам 1.20 написано, чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное и небесное. Во Христе было упразднено противостояние между небом и землею. Он стал тем мостом над пропастью, которая разделяла Бога с человеком. Вот почему одним из титулов будущего Мессия пророк Исаия назвал его князем мира. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И на реку тебе имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Во Христе мы имеем примирение с Богом. Он причина нашего внутреннего мира, который мы получаем вследствие прощения наших грехов. Итак, ангелы возвестили пастухам о начале новой эры во взаимоотношениях между Богом и человеком. Бог на деле показал свою любовь к людям, несмотря на человеческую неверность по отношению к Богу, несмотря на многочисленные оскорбления, которые человек выражал Богу. Господь вместо гнева предлагает им милость и благоволение. когда нас кто-то оскорбляет или наговаривает что-то на нас, очень трудно выражать такому человеку свое благоволение. Но Бог несмотря ни на что идет навстречу погибающему человечеству. Мы сегодня уже читали этот текст, еще раз прочитаем первое послание Иоанна. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь Его совершенно есть в нас. Христос показал человечеству сердце Бога. Оно было наполнено милостью и состраданием. Он показал нам характер истинной любовью, наполненной прощением. Мы не можем видеть Бога, но зато Он представил нам Себя в виде Сына Его, Иисуса Христа. Божий план спасения был настолько прекрасным и восхитительным, что когда на земле из многих миллиардов людей один человек обращается к Богу, то небо взрывается от восторга. Помните, Христос говорит об этом в Луке 15, 10. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Спасение грешных людей стало возможным благодаря прекрасному Божьему плану, который включал в себя явление Христа в этот мир в образе человека. Именно это событие сегодня мы вспоминаем. Каждый из нас, если кто-то из нас еще не стал соучастником этой радости, он может иметь эту радость сегодня. Рождение Иисуса Христа, оно положило начало осуществлению этого чудесного замысла. И наше пожелание каждому, чтобы это наше сердце сегодня наполнялось этой хвалой, этой радостью, а кто не имеет эту радость, то Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я вас успокою, я дам вам мир, я дам вам покой, я дам вам прощение моих грехов, я дам эту радость вам. Поэтому сегодня в этот день, день Рождества, который мы вспоминаем сегодня и утром, и вечером, и мы будем благодарить нашего Бога за то, что Он наш Христос, за то, что Он наш Господь, за то, что Он наш Спаситель, за то, что весть Евангелия стала доступна каждому из нас, и за то, что Дух Святой живет в нас и производит эту радость. Аминь. Молимся Господу. Господи, нам очень трудно понять, каким образом Ты, Великий Бог Всемогущий, явился в этот мир в образе маленького младенца. Нам очень трудно понять о том, каким образом Ты унизил себя, став человеком, и Ты переносил те оскорбления и страдания, которые причиняли Тебе грешные люди. нам непонятно Твоя односторонняя любовь, которая была проявлена в Сыне Твоем Иисусе Христе. Нам непонятно, Господи, о том, что Ты пошел на страдания, что Ты избрал именно этот путь для того, чтобы освободить нас от рабства греха. Но нам сегодня, Господи, понятна эта радость, радость, которую Ты возвестил там на полях, потому что эта радость наполняет наше сердце, потому что мы Твои дети, потому что мы спасенные, мы прощенные, потому что мы приняты Тобою, потому что мы имеем мир в наших сердцах. Господи, сегодня вместе со всем христианским миром мы хотим поклониться Тебе, воздать Тебе славу, благодарить Тебя за Твое явление в этот мир, за Твой приход, за Твою жертву, за Твои страдания, за Твой подвиг. Хвала Тебя нашему Богу. Мы просим Тебя, благослови нас, благослови нас для того, чтобы мы всегда об этом помнили, глядя на мир, который Ты сотворил, глядя, Господи, на все то изобилие, которое Ты дал нам и ожидая, Господи, с надеждой Твоего явления, второго пришествия и взятия нашего от этой земли. Слава Тебе, нашему Богу и нашему Спасителю, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.